Всем привет ребята. Салам алейкум всем. Сегодня решил записать небольшое видео про эту приору. Не знаю, я приоры особо не люблю. Машина хорошая, резвая, да, спорная. Но вот как ее конструктивно сделали, это полностью. Сегодня человек подъехал, позвонил постоянный клиент. Говорит, у меня дым идет. Вероятность того, что у него частая болезнь, вот есть проводка, которая проходит через АКПП, то есть через коробку передач. Она будет замыкает, вот здесь замыкает. Но подозрение было, что проводка. Начал лазить, еще причину никак не могу найти. Запах есть, не видно где у нее утечка, ну замыкание. Проводку вскрыл, для интереса. Все провода проверил. Здесь видно, вот всю проводку проверил. И что же думать оказалось? Вы же не поверите. У нее оказалось датчик, датчик скорости называется. Вот что я вам покажу. Нагляднее будет. Если видно, будет вот здесь. Если его видно, конечно не видно. Вот мои руки. Вот датчик скорости. Внутри он расплавился. Завожу мотор. Идет дым. Дыма не видно. Проводка целая. Мотор работает. Дым идет отсюда, отсюда, отсюда. Как будто вот такое ощущение, как будто подожжили под машиной бумагу и дыма пошел вверх. Первое подожжение человека, да, горит проводку. Выбегаешь, глушишь все. Но нет. Сейчас я сниму эти датчики, покажу, какой он рулел, что он сделал с этой машиной. Я уже наделал, я думал уже снимать проводку, выдергивать проводку, все разбирать и делать. Хорошо, я сначала перепроверил еще раз, чтобы точно убедиться. Я искал по запаху. Запах вроде есть, а горелого нету. И решил завести машину. Зажигание получилось, замыкания нету. Завел машину, и у поля дым пошел. Сейчас я вам покажу, что именно горело. Короче, его снять. А что, не видно будет? В итоге, короче, я снял датчик. Он, можно сказать, рассыпался. Вот он. Видите? Я даже снял датчик. Он внутри сгорел, просто расплавился. Потроха внутрь упали. Я его даже, сколько я не пытался вытаскивать с теми имеющимися инструментами, не получилось. Вот сам штекер. В итоге, что у него вышло? Внутри мотора, когда он был, ну, в коробке, он, видимо, замкнул и начал плавать. И вот это плюс и минус внутри, как спираль. И эффект получился, как дымогенератор. Масло кипело. Ну, именно в этом месте, где спираль у него, видимо, была. Она кипела, и дым через коробку, через все щели выходил наружу и снизу выдавливал. И стоя с этой стороны. При заводке дым шел. Такое ощущение, что горит проводка. Поэтому, вот сами судите. Машина приора называют. Хорошая машина. Но такие мелочи. Должен был выбить предохранитель. Я посмотрел, предохранитель стоит по номиналу. Все не превышает, там не стоит, там не проволок, ничего. Он должен был выбить. Или показать ошибку. Что им такое? Ну, не дымит. Не должна была машина. Вот моя машина стоит. 92-го года. Вот машина стоит 2012-го или 2015-го, я не ошибаюсь. Краун смеется над такой машиной. Японцы смеются над нашими машинами. Так что, ребята, любители приор, имейте в виду. Очень капризная машина приора. Малейшая. И неисправность дымит, горит машина, как спички. Поэтому следите за датчиками скорости, в каком состоянии смотрите. Он обычно гниет, начинает гнить, окисляться. Сейчас я купил новый, вот, буду ставить новый датчик. Сразу желательно, вот если вы ставите этот датчик, совет всем. Потом у них здесь герметичность плохая, вода проходит. Поэтому желательно хотя бы маслом смарать это место. И установить намного дольше у вас будет работать. Эти датчики тоже летят как семечки. Это то, что вот не герметичность из-за сырости, из-за грязи окисляется. Потому что напряжение постоянное плюс. И идет окисление. Закон физик, грубо говоря. Кто физику изучал в начальных классах. Так что, ребята, сейчас буду ставить, делать, собирать. Заизолирую ту провод, которую я забрал. У него все в масле здесь. Видимо, там машина не ухаживает, не знаю, что это, как. И буду звонить клиенту. Обрадую ее, что машина уже готова. А так, рассчитывал на целый день работать. Так что, и мне повезло, и хозяину повезло. И дешевле будет выйти ему работа. Так что, ребята, следите за своими машинами.